друзья мои всем привет сегодня говорим про обесценивание а конкретно про те приемы которые вам помогут добиться того что вы будете отстаивать себя свою позицию и не позволите манипулятором и всем тем кто пытается вас обесценить не позволите им это сделать почему люди нас обесценивают у этого на самом деле очень много причин и причины эти вполне такие конкретные и очевидные почему люди банально завидуют нашим успехом их что-то там гложет они хотят ну как-то там нас принизить до условно указать ему на его место или сделать так чтобы человек особо-то там да как говорится не разгуливался и крылышки не расправлял что еще люди хотят самоутвердить так значит платье криво одета люди хотят самоутвердиться за ваш счет то есть это надо же тогда планировать свою карьеру как-то работать над внешностью там еще как-то работать над собой это все долго и гораздо проще щелкнуть по носу или сказать что ты какашка ты никто достижение твое вообще ничего не значит или все что у тебя есть это благодаря к примеру там да благодаря твоей маме или благодаря твоему или просто потому что тебе тебе повезло но гораздо же проще правильно это сказать и вот он уже чувствует себя на коне он понимает что у него то все так себе но и ты тоже да как-то так приструнился скажем так что еще люди боятся что вы станете слишком сильными слишком умными и они уже не смогут вами управлять вас использовать на вас влиять даже если возьмем какие-то деловые ситуации большинство к примеру линейных руководителей или наемных директоров боятся того что сотрудник окажется слишком зубастым перескочит через голову ну и вынесет какие-то предложения вышестоящему руководству естественно они будут периодически приструнять такого работника у меня у самой сколько раз были такие случаи еще в те периоды когда я была наемным работником там неважно и специалистом и руководителем отдела то есть такие вот мамки которые в организациях сидели которые считали что они раз и навсегда заняли свою должность как они болезненно реагировали когда не дай бог кто-то из вышестоящего руководства тебя похвалит когда они узнавали что у тебя какие-то параллельно с работой есть достижения ты где-то там тренинги ведешь для тебя там как эксперта в какой-то программе заявили ой чего там начиналось они прямым текстом не могли сказать мне это ну как бы это очень глупая такая предъява да явно указывающий на то что они завидуют и боятся меня вызывают меня пытаясь приткнуть за какую-то ерунду по работе мне как-то так между делом говорили что то как бы они радуют и вот вроде как-то в некие самостоятельные плавания отправляющиеся обесцелены оно ведь бывает не только в личных ситуациях когда ваш человек вами не полет оно может быть на работе оно может быть среди вашего ближайшего окружения из даже среди окружения которое вас вообще там даже боком мизинцем не касается они просто что-то где-то услышали узнали и в них сыр бит им хочется на вас отыграться им хочется себе что-то доказать что они не такое говно потому что те достижения которые есть у вас они ж не ваши вам просто повезло это тоже позиции тех людей которые ответственность за свою жизнь перекладывать на другие которые всех обвиняют конечно и проще найти какие-то доводы что еще понимаете есть такие люди для которых в принципе это привычная форма поведения ну вот так они общаются почему до черт их знает почему может быть их так воспитали может у них семья такая же была может быть у них мама и бабушка такие были которые мечты только за все подзатыльники давали за хорошее плохое может быть дома их гнобят может быть выросли они в какой-то такой среде где все друг друга ненавидели пытались подколоть это уже стало их привычной формой обращение может быть они таким способом чувствуют себя но не совсем друг дураками то есть якобы у них такое критичное мышление то действительно есть люди которые они даже не задумываются что они сейчас не совсем справедливо и адекватно себя так ведут то есть действительно такая причина может быть еще какая причина обесценивания а у человека недостаточно аргументов чтобы с вами спорить и ему проще вас вот этим манипулятивным приемом задвинуть чтобы уже заткнулись да и что он расслабился сколько раз у моих клиентов они мне на консультациях такое рассказывали когда например там жена долго сидящая в декрете вдруг начинает зарабатывать да еще и хорошо зарабатывать да еще ее и хвалят а такой абьюзивный муж там да да такой типичный может быть тиран может быть психопат он начинает ей да чё ты как кого-то обманываешь да какое-то достижение до условно твоя сфера там какого-нибудь скраббукинга да или какой-нибудь там аэробики это еще вообще сферы да на это никто не зарабатывает вот другое дело я там к примеру финансист или на заводе работаю или там я шофер у меня там всегда нужная профессия да ты кто вообще-то такая ты чё тут голос подает может быть не всегда это вот такими вот выражениями но суть примерно одна и та же это чтоб быстрее она заткнулась и чтобы как говорится знал свое место как вы видите причина-то разный но суть одна на что же у меня платье все на другую сторону видеть чтобы это значило она у меня съезжает на левый на левое плечо то есть левая до ближе к сердцу подсознание но может быть ролик такой эмоциональный так что имейте ввиду и если вам кажется что незаслуженно ваши какие-то успехи принижают вас пытаются там сравнять с плинтусом да или как-то вот обходят стороной ваши достижения или что-то еще то это одна из вариаций и это делается за чем-то в большинстве случаев у человека есть какие-то мотивы ну или настолько человек сам по себе деструктивный не способны коммуникации не способны к адекватному выражению чувств но это тем более сможете ли вы с ним строить дальше отношения сможете ли вы с ним какое-то партнерство какую-то карьеру с ним иметь как-то ее развивать не дайте себя обесценить вокруг понимаете слишком много желающих слишком много тех кто будет рад тому что вы споткнетесь тому что вы признаете себя в позиции слабого позиции неспособного не всегда же люди кстати особенно близкие обесценивают нас потому что у них какие-то коварные намерения просто им хорошо им выгодно это может быть и вторичная выгода в том числе что вы такие слабенькие что вы такие от них зависимые они такие сильные такие могущие и только же это речь про отношения браки а семья а родители а какие-то старшие братья и сестры какие-то бабушки и дедушки к примеру очень авторитарный да полно этого если уж не в каждый первый то в каждой второй семье это точно даже сравнение вас кем-то которые не вашу пользу и которая производится достаточно часто это тоже формат обесценивание но мы сегодня не берем с вами то как обесценивание осуществляется я думаю вы так сами наберете кучу пример у кого как ведь у кого-то прямые формы у кого-то скрытые формы кого-то там каким-то игнором задавленными так далее вы понимаете меня обесценивают и мне с этим надо что-то делать мне надо с этим бороться итак переходим к приемам как это отбивать как сохранять достойную позицию сохранять лицо и удерживать свою самооценку на достойной позиции первое мы должны осознавать мотивы этого собеседника когда мы определим его мотивы хотя бы гипотетически хотя бы предположим нам сразу станет все ясно процентов 90 случаях мотивы очень легко понять если это наша коллега она завидует она хочет там тоже самое получить или у нее все не клеится если наш близкий то это он нами так манипулирует или он хочет так на нас влиять и так далее так далее когда вы в голове четко держите мотив этого человека то вы не позволяете себе скатиться в какую-то эмоциональную яму попасть под его влияние и внушить себе что-то такое негативное следующее что помогает очень важно просто и прямо говорить о своих чувствах это актуально ситуация когда у вас некое личное общение некое скажем так неформальное общение а иногда кстати в деловых ситуациях это тоже можно сказать то есть мне неприятно видеть от тебя эту реакцию мне непонятно почему ты так себя ведешь и мне от этого дискомфортно я ожидал что будет другая оценка проговорите вам хотя бы легче станет и человек поймет что он уже не скрыто вами манипулирует что вы хоть как-то даете отпор такими адекватными вполне добрыми методами которые опять же подтверждают что вы готовы коммуникации к диалогу него не даете вы даете ему шанс ну скажем так все сгладить как-то быстренько хвостом эти следы замести и устраивать какую-то более здоровую коммуникацию дальше что помогает помогает задать уточняющий вопрос пресекайте эти попытки вот он вас обесценил он что обидный ваш адрес бросил он вас кем-то сравнил да он как-то неуместно по злому очень пошутил в ответ на ваш какой-то рассказ о ваших там возможно достижениях или возможно каких-то планов вы ему так и говорите а почему ты меня всегда сравниваешь с этим человеком ты таким образом хочешь меня больше мотивировать на то чтобы я лучше развивался или ты еще что-то имеешь ввиду в данном случае или а почему ты всегда ходишь тему когда я говорю о своих успехах в университете тебе неприятно это слушать ты недостаточно меня веришь или у тебя есть какие-то сомнения на этот счет и так далее то есть задавайте любой вопрос также мне неприятно или меня это смущает можете предположение высказать я предполагаю что тебе это неприятно потому что у тебя сейчас такая сложная ситуация но в данном случае я никак на нее не могу повлиять задавайте вопрос перекладывайте ответственность на него и опять же вы очень четко явно даете отпор следующее что помогает иногда очень помогает говорить стоп-слово это помогает ситуации там когда такие люди хамоватые такие люди слишком энергичные напористые и вот он уже начал там что-то рассуждать да ну опять ты про свою эту медицину там с которой в которой ты 10 лет как в ней ничего не было так ничего в ней не будет и так далее и поехал дарили допустим он там начинает ну все завела свою песню опять у нас эмоции по поводу того что ты принцесса что ты там непонятно что требуешься требуя неадекватный завел там какие-то свои слова а вы просто бы говорить стоп-слово остановись хватит я не готов с тобой продолжать в таком тоне диалог или либо мы будем обсуждать либо мы просто прекратим общение я не готов я тебя не слушать можете покинуть помещение и так далее то здесь любое стоп-слово подходит самое главное чтобы ему понятно было что вы все вы не готовы не участвуйте в диалоге вот в таком контексте что еще а вы можете кстати обесценить в ответ давайте отбор вы можете просто сказать а мне не интересно твое мнение или я не считаю твое мнение весомым или в моих глазах ты не тот человек который может дать значимую для меня оценку или там странно когда человек который никогда не имел своего бизнеса дает критический комментарий относительно ведения и пешки или овушки и так далее то есть приткните его смотрите опять же тоже по тяжести по уровню того что он там ваш адрес вставляет дальше следующий метод оспорьте его право на оценку он отчасти пересекается с предыдущим но здесь мы как бы больше в формате вопроса мы тут уже заставляем его оправдываться предыдущий метод мы просто его отбрили твое мнение мне не важно ты вообще никто ты в этом ни хрена не разбираешься чего-то тут нос свой суёшь условно да только более корректными какими-то формулировками а в данном случае мы так его и спрашиваем а с чего ты взял что твоя оценка адекватно справедливо актуально в тренде а с чего а твоя оценка разве может на что-то повлиять твое мнение в данном случае никакой роли не сыграет я уже принял решение и так далее то есть от тоже таким образом отбривая что еще помогает помогает конечно же игнорирование вы можете просто пропустить это мимуша и вы можете просто продолжить обсуждать там какую-то вашу общую тему заниматься рабочими вопросами вы можете в принципе продолжить рассказывать если человек он не такой прям агрессор да не такой вот открытый скажем так манипулятор но он так или иначе заткнется что будет бежать за вами вдогонку ли погоди погоди я сейчас еще раз тебя обесцениваю ну нет конечно либо он будет ждать подходящего момента чтобы опять вас приткнуть уколоть либо может быть он и заткнется кстати потому что игнор он всегда очень обидно это же вы тоже его деликатно обесцениваете таким образом что как бы не реагируете на его мнение меня вот на работе одной коллега одна была на и она мне очень завидовала ей очень нравилась та сфера деятельности которая занимаюсь помимо работы на тоже хотел вести тренинги консультировать но как говорится кишка тонка не особо она на эту сферу тянула не не получалось и когда где-то она слышала что я там допустим выступала слышал как меня кто-то благодарит там всегда такие очень искусные были какие-то такие вставочки да там ну типа маркетологи психологи они всегда бездельники то есть она вроде как и не про меня говорила то да а в целом да или условно там вообще блондинки то они всегда себе путь найдут и так далее и так она многозначительно меня смотрела похихикила и так далее я просто на нее не реагирует я и так знала что она мне завидует мне что надо было с ней сделать там еще больше придут ты мне завидуешь ха 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 у тебя это не получится или мне надо было как-то ее масло пытаться с ней подружиться да нет я просто шла своим путем то же самое возможно и в личных ситуациях до вас мама ваша там который может быть и добра вам желает она может бесконечно вас пытаться например уберечь и отговаривать от приезда другой год может говорить что вы слабенькая потеряетесь а помнишь как в седьмом классе тебя обдурили деньги-то у тебя все выманили да у тебя и желудочек то слабенький и так далее куда ты в большой город такую экологию это же тоже отчасти формата обесценены не всегда это чист в чистом виде забота то есть вы можете кивать вы можете играть потом обсудим и продолжает там свой какой-то путь что еще помогает помогает ссылка на мнение авторитет авторитет может здесь скажем так присылок купить очень разным и человека авторитетного которого вы знаете оба с вот этим вот манипулятором кто пытается вас обесценить и просто какое-то значимое лицо в отрасли и просто каких-то ваших кстати знакомых которые забираются в теме просто некое статистическое большинство просто известного человека да все что угодно например человек там сомневается в том что вы там допустим ценный специалист говоришь его какой-то хренью занимаетесь и так далее вы говорите ну это твое мнение но тысячи моих учеников оставляют мне очень хорошие отзывы или десятки моих учеников уже нашли хорошую работу благодаря моему консультированию но и так далее то есть либо вы говорите да но только вот в твоей сфере на 20 процентов народ сократили а в моей сфере наоборот еще и количество вакансий возросло то есть оспаривайте теми методами которые вам доступны и что еще очень важно важно особенно это когда касается каких-то личных ситуаций просто подчеркивать что у вас с этим человеком равны права вы ему говорить так стоп в доверительных близких отношениях каждый день со своими эмоциями почему-то мне сейчас закрываешь рот почему ты мне запрещаешь например эту тему развивать или вы говорите мы с тобой имеем равные возможности у нас каждый высказывает свое мнение давай обсудим правило что мне обсудить не обижать друг друга иначе я тоже буду вынужден также категорично проходить по тебе то есть подчеркивайте что у вас равноправие просто понимаете если уж настолько у вас невыносимое окружение если уж настолько ну скажем так да так люди пытаются вас на то что прям гнобить а прям нападают на вас вредят вам ну тогда тут тоже встает вопрос а что вы делаете рядом с этим окружением сокращайте количество контактов окружайте себя теми кто действительно вам полезен кто энергию какую-то дает но вот вообще что касается всех вопросов обесценивания очень важно уметь давать отпор но вот понимаете так получается не получится тут всегда отмалчиваться или всегда стирать какие-то острые углы их обходить то есть учись давать отпор учитесь защищать себя но опять же по возможности все-таки не переходите на открытый конфликт выбирайте более искусные методы это гораздо кстати больнее и сложнее для вашего оппонента манипулятор друзья если вам нужна моя помощь как психолога как коуча приходите ко мне на онлайн консультации мои контакты указан внизу под видео также есть на моем сайте вера в точка ру и я есть почти во всех основных соцсетях вера бокарева так меня ищите друзья пишите под этим видео ваши вопросы пишите темы которые хотите разобрать обязательно постараюсь вам помочь или снять на эту тему видео или как-то ответить на ваше обращение всем пока всем до новых волнующих встреч